Всем привет! С вами я, Лёха, Максон и мой канал Обзор Товаров из Китая. Вы уже могли с ним видеться. Если кто-то смотрел, мы проходили The Way Out и в Китай чай снимался. Итак, сегодня, сегодня у нас посылка, вы видите, для плохого образа жизни. Иногда смотри вон в ту камеру, можешь там моргать и подмаргивать. Короче, ну ты смотри туда и туда, я буду уже высекать. Ладно, короче, сегодня у нас две посылки для кальяна. Нездоровый образ жизни, к сожалению. У меня уже была распаковка кальяна. Она, кстати, видос очень популярна, но кальян вот такой, как эта колба, даже меньше. Вот, короче, Максим как маленький, ему маленькая посылочка, я гладил. Большой, мне побольше. На тебе ножичек. Да на ножичек. Я тут порву. Смотрите, обе посылки были заказаны в один день, то есть вот эта большая и вот эта маленькая, и они весомое, как бы сказать, отношение и вообще весомый вклад внесут в данный кальян. Посылки заказаны в один день, но вот этот шланг пришел раньше на день, а колба, ой, колба, чаша с колауда там, колауда, пришла попозже. Цена у них, это один с половиной долларов, и это один с половиной долларов. Давай распаковывай, что ты, говори что-нибудь. Веста, можешь сказать, с людям будет интересно, я тоже покажу такую. Что? Я не знаю, сколько она весит. Я думаю, никому не интересно, сколько она весит. Нет, 247 грамм. Это чаша вместе с колаудом. Чаша яркого, желтого цвета. Под цвет кальяна. Обычный пакет. Упакованный, конечно, круто. Силиконовая, мягкая. Я ошибся с посылкой, друзья. Сегодня у нас будет распаковка три посылки. Это, короче, коврик. Я спас спальню. Да не снимай, снимай. Да давай, рассказывай. Пошел показать другую посылку. Ну, это пиздежки профессии просто. Все такое. Упаковано очень хорошо, очень герметично. Очень круто упаковано, кстати. Я за другую посылку взялся. Сделано тоже хорошо. Материал очень крепкий. Говорят, что колауды прожигаются, кстати, со временем. Ну, здесь очень толстый. Здесь примерно миллиметра 4. Толщина нижней стены этой. И весомо так довольно. Ручки с резиновыми накладками, чтобы не обжечься, чтобы не было горячо. Верхняя часть тоже с резиновой накладкой. Тоже из прочного металла сделано на крепкую. Мне кажется, оно очень сломает. Итак, так в общем, посылки пришли около месяца. Только вот чаша с колаудом пришла на день позже, чем шланг, который я распаковал. Так, смотрим, что. В чаше разделение на три секции. То есть, вы можете заряжать три разных вкуса. Максон, посмотри, я еще отдельно заказывал комплект уплотнительных резинок для кальяна. То есть, вот, попробуй в чашу. Также стоит одна в колбе и на шланг еще одна вплотнительная резинка. Вы можете видеть, вот, я вам поближе покажу нашу старую чашу. Это вот такой вот какой-то. Ну, это оригинальная, как бы, глиняная чаша. Была, была, да. Лишь шланг вы можете наблюдать. Старый вот он такой. Ну, короче, говорят, не очень. Понюхаю, он пахнет силиконом, да? Ну, есть какой-то аромат. Просто говорили, что, ну, как бы, кто-то проливал под водой, под струей горячей водички и все хорошо. Ну, как бы, да. Я думаю, водичкой обмыть нужно будет, да. Ну, естественно, китайский этот запах, плюс запах силикона присутствует. Ну, чаша очень толстая, крепкая. Стенки чаши очень толстые, но она гибкая, гибкая, ждется. Это круто. И объем у нее большой. Да, и как бы плюс данных чаш, то, что они не нагреваются. Ну, как бы, как не нагреваются. То есть, когда вы хотите поменять табак, то вы спокойно ее сняли и все. Ну, а пользу колладу вы уже поняли. Нагрузили туда три уголька, два-три, сколько вам нужно. И все. И, то есть, не будет такого, что жжется мой ковер. Да. Да. Плюс, ну, естественно, это замена фольги. Не нужна фольга. Просто вот положили три уголька, поставили наверх на чашу. Все. Накрыли сверху крышечкой. В крышечке есть отверстие. Естественно, как там в деревне у бабушки в печке регулировать поддув, чтобы там уголь горел лучше, либо медленнее, либо быстрее. Блин, а как это по-деревенски называется? Я забыл. И юшка. Люшка. Юшка. Юшка. Люшка. Так, вы можете наблюдать, что я уже золотистого света-цвета. Да, вот у меня немножко сейчас есть силиконовый привкус, но это не беда. Длина... Максим, сколько полтора метра? Да. Полтора метра, можете наблюдать. Шланг тоже довольно-таки, смотри, довольно-таки такой... Толстый, да. Стенки толстые. Смотрите, в комплекте с ним шел муштук вот такой длинный, тоже сантиметров тридцать. Давай, наверное, пружинку мы вот с этой стороны, наверное, все делаем. Да, да, да. На, заряжай муштук. Кто-то так писал, что муштук вводит короткий. Не знаю, нормальный муштук. С другой стороны, мы зарядим вот такую пружинку. Ну, вы знаете, для чего это пружинка. Все очень плотно. И, кстати, говорили, что он вроде на резьбе откручивается. Вот здесь надо будет фунг, фунг, лент или как, я не знаю. Вот здесь. Вроде бы я видел, что на резьбе нет никаких. Здесь же нет резьбы. Вот, смотри, трещинка, копейки. Ну, это трещинка, но это не резьба. Нормально? Очень герметичный. Ну, надо под кипяточком промыть, чтобы все отлично было. Так что, смотрите, еще такое, говорили, проблема есть по длине. Что слишком длинный шланг может перевернуть ваш кальян. Слышал тоже о таком. Ну, это довольно-таки длинный, да? Ну, это длинный, но, опять же, это не очень длинный. Есть шланги по два, по два с половиной, по три метра. Вот. А этот шланг, ну, я считаю, это самый оптимальный вариант. Полтора метра. Он очень гибкий, он не деревянный. Поэтому, как бы, я думаю, проблем не должно быть с ним. Ну, вот, пружинка почти на свое место. Короче, ты не лезешь. Так. Пружинка, естественно, для того, чтобы не переламывалось его основание шланга. Да, ну, и он довольно-таки, то есть, чтобы его переломать, надо приличное усилие. То есть, он сейчас еще расправится, он же был скручен. То есть, ну, блин, я доволен. Не знаю. Просто вот это единственный, так сказать, тюнинг, в котором нуждался данный кальян. Ему нужна была чаша. Вот видите, у нас тут уже тюнинг. Чаша и колбу. Как чаша? Да, это чаша, колау и данный шланг. Вот. На этом почти все. Ну, кстати, вот видишь. Лазит. Без него. Без него, да. Ну, будем это разбираться. То есть, ссылочки на шланг, на вот этот я оставлю под видосом. И помните, что еще я оставлю ссылку на резинке, которую я вам говорил. А также еще, друзья, одна посылка, которую я вообще хотел снять отдельно. Но обзор все равно требуется отдельный. Это, опять же, Максон посоветовал мне данный коврик для сна путешественников ски. Это 2 на 2 метра. У вас такой же был или нет? Нет. У нас был совсем не такой. Не, ну, понятно, что не китайский. В армии, слышишь? Короче, это, друзья, туристический коврик. А что, он не просто же? Ладно, я думаю. Это туристический коврик в палатку. Вот такой вот. Палатку в палатку? Ну, да, не просто туристический коврик. Фольгированный. Фольгированный удерживает тепло очень сильно. У него прямо вот в 2 слоя, если сложить и сесть на него там. Будет нормально. Он очень теплый и объемный. Он очень большой. Если вы там, например, на природу собираетесь... Это в 2 раза он сложен, да? Если вы собираетесь на природу, здесь легко уместится компания, человек... Человек 6-8. Да фига. Уместится компания, посередине оставится место, чтобы разложить там, не знаю. Но опять же... Игры какие-то. Игры, да. То есть, вы можете, когда спите, там, в 2 раза, в 1,5 раз. Ложите там... Вот так вот, чтобы попке было тепленько. Это в 4 раза он сложен. Да. Но я читал комментарии, отзывы. Единственный недостаток, говорят, если вы положите на неровное место, на камень какой-то и выебану, то может порваться данная фига. А так, она достаточно даже плотненькая такая. Ну, это такая, чтобы вы знали... Ну, вы уже поняли, это как клеят машины на лобовые стекла. Типа такого формата. Цена разных размеров. Если я взял 2 на 2 метра, есть 2 на 1,5 метра. То есть, цена 6, по-моему, с половиной долларов. Я считаю, это нормальная. Вместе с щеклом. Поход. То есть, я вот уже начал протестирую как-нибудь. Мы собираемся скоро идти, так что протестируем. И вот так вот. Вот такие, друзья, посылки, распаковки. Думаю, что вам понравилось. Хоть и мы ведем здоровый образ жизни. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Какую мне камеру потом, бляха-муха, я хотела. Не звайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья, всего вам доброго. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в тренде. Чтобы видеть все мои новые видео. Всем спасибо. Всем пока.